всем ребят привет сегодня у меня вот такое необычное будет видео видео связано вот с чем последнее время очень много задают ребята вопросов чем опасен коп коп опасен как и всегда все тем же это незаконно основной акцент буду сегодня выкладывать в том что в чем ошибки камрадов при поиске а именно та информация благодаря которой нас очень не любит обычные люди но в основном люди нас не любят из-за того что мы не соблюдаем обычную этику кладоискателей вот я понимаю очень сейчас много грязи льется в сми варварского бизнеса открыт как только расставил снег на охоту вышли черные копатели погоня за быстрой прибыль они уничтожают не только уникальные реликвии но и целые свои истории работают как правило открыто на случай облавы у них всегда найдется готовая легенда пытаются полить нас грязью тем что мы такие вот черные копатели копаем якобы там какие-то гробницы но урочи чих которые имеются памятниками культуры архитектуры все прочее если такие но в основном большая часть занимается копом на полях в лесах где в принципе никакой архитектура археологических раскопок а не ведется так что просто напросто поливают грязью но в основном зачастую я вам сегодня покажу из-за чего нас не любит обычные люди которые живут в обычных деревнях в селах а именно наши поиски копают и не закапывают ямки я вам сейчас покажу некоторые сюжеты эпизоды где именно вот благодаря вот таким вот не ответственным кладоискателям нас потом очень сильно хают бронят ругают в общем видео будет для то для тех людей которые не соблюдают этику кладоискатели за собой нужно закапывать и сейчас я вам покажу некоторые фрагменты с которыми я сталкивался повседневно практически выходишь на поле или же на какие-то участки где находится просто напросто большие котлованы ямы где в основном обычные люди выводят скот ломают ноги скотинам да и в принципе я несколько раз такие яму попадал когда травка застилает эти ямки проваливаешься и можно сломать ногу и так ребята у меня просто эмоции чересчур но эмоции не по хорошему поводу по ужасному помните мои шурфы которые я разрабатывал ссылочку эмблемку я покажу этого видео вставочку я сделаю я собой всегда закапываю и вот смотрите мой шуф это очередной сегодня это я увижу же второй раз здесь у меня был шурф начатый я его закопал хотел разработать позже и вот смотрите очередная гадость которую камрады делают здесь и здесь я всегда вам показываю что за собой шурф закопал именно этот шурф я закопал сейчас такое же дело плюс я вам еще покажу там дальше я еще между домами если время темность светло или темно станет поеду за сниму вам показывал там это видео где с дороги там поднимал и 25 года и 10 копеек серебряный 21 и вот там вот такая же вот беда за я засыпал а здесь вот такие вот я мы да камрад передаю тебе большой большой привет надеюсь мы с тобой свидимся так что в некоторых деревнях у меня даже были случаи когда камрадов просто-напросто гоняли угрожали что милицию вызовут и вот благодаря вот таким вот трем четырем из десяти кладоискателей поклёб вешают в общем на всех так что я вот сейчас вот показываю вам фрагменты таких вот мест когда выходишь на коп особенно бывает такое место где ты раньше копал как вот сейчас я вам демонстрирую копал я на участках и после меня буквально через день два три появляются новые ямы и так ребята прохожу я вот здесь вот мимо такого вот шурфа уважаемые камрады кто мониторит мой канал кто смотрит просчитывает где копаю я в принципе не скрываю смотрите должно быть стыдно вот из-за вас в следующий раз нам по голове местные жители дадут там я за вами закапал уважаемый камрад этот я закапывать не буду должно быть стыдно очень стыдно и плюс на этом поле а это поле является частной собственности тоже имеется незакопные ямки да дмитрий говорит как на луне кратеры здоровые а все претензии будут к нам кто попадется вот и благодаря тебе жалко я тебя не видел не знаю но предупреждаю увижу отругая очень-очень здорово ну все кое-где закапываю конечно ямки за ним но силы у меня уже не те чтобы сейчас вот эти вот ямку прикопать здесь вот у нас козы пасутся между прочим и летом здоровски и будут проблемы к нам я свои ямы всегда закапываю вот чтобы не было со стороны местного населения потом ко мне претензии потому что с местными я общаюсь они мне дают разрешение добро даже походить на своих огородах на полисадниках в общем есть у них ко мне какая-то я не знаю доверие вот вот после таких вот случаев когда выходят кладоискатели покопать после меня и оставляет огромные ямы конечно же доверие это уходит и зачастую иногда просто-напросто отказываются пускать на свои участки а это ребят хочу вам продемонстрировать шурф который я присыпал и вот его вот так вот расковыряли мне дядь коля давал разрешение здесь покопать я у него спрашивал затем дадите тоже разрешал из их разрешение я здесь копал здесь вот была куча то есть и дядь коля здесь перегной делал но к сожалению теперь какой нафиг здесь перегной человек и здесь тоже смотрите за шурфился мы вот как вот быть это же все на меня пойдет весь косяк блин за это надо очень жестоко карать людей кто такие вот оставляет места мне больше слов нет как такой вот можно на мне теперь будет пятно от соседей местных ладно сегодня просто никого по одно отвращение от копа так что ребята не надо так вот делать пусть я иногда на копия ругаясь выражаюсь нецензурно но когда вот с этим сталкиваюсь просто слов эмоции превыше всего так что извините если кого-то я задел этим видео но просто нельзя вот так вот поступать да кстати помимо этого я хотел бы еще рассказать про дима мусыхина в принципе это уже тема такая знаете задернута все как говорится большие блогеры о нем рассказали но я эту тему не подымал потому что очень рассосали эту тему больно трогать его что как не знаю я конечно его канала не мы не мониторить сейчас и других камрадов тоже то есть вижу что диму кто-то там извините меня хуесосит и говнит я как бы эту тему больше не подымал но хочу совет подать диме дим если ты сейчас меня видишь будет наверное без толку тебе восстанавливать свой канал потому что канал ты не восстановишь у меня был такой случай а именно где-то в апреле месяце мой канал основной тоже банили писал я апелляции в течение двух месяцев просто-напросто забрасывал их своими письмами но к сожалению результата никакого между прочим я не торговал на своих каналах не рекламировал ничего прочего не было просто внезапно получил бан никаких мне предупреждения не было а просто прислали уведомления в связи с тем что у меня на канале имеется спам обман мошенничество меня просто закрыли и все результатов апелляции никаких не принес так что дим если ты меня смотришь не жди хорошего результата твой канал не разбанит и открывать свой новый канал потому что у тебя подписчики есть я думаю они вернутся последний раз когда я смотрел тебя было сто семьдесят тысяч вам подписчиков если подписчики не накручены как я считаю что они у тебя накручены вот они к тебе вернуться буквально за какие-то полгода но я сомневаюсь в этом ну максимум ты за полгода наберешь там сорок тысяч подписчиков потому что основная часть подписчиков у тебя накручено извини меня конечно но так вот я думаю накручены они у тебя в основном а почему я так думаю потому что когда ты выпускаешь видео например а твои подписчики получают уведомление если не получает то частей к тебе заглядывать на канал и в течение двух дней у тебя должно быть просмотров столько же но чуть поменьше сколько подписчиков но этого у тебя один не наблюдается в крайнем случае у тебя просмотров там не знаю за один видеоролик там 30 40 тысяч подписчик просмотров за какие-то там два дня то есть по этому критерию уже можно судить что у тебя большая часть накручены так что извини конечно у тебя фантиков ну фанатов я фантиками вас называю ребят извините но вот так вот я вас вот и считаю тебе нужно открывать новый канал и да кстати те самые же фантики ребята я понимаю вашу реакцию на то видео где я писал показывал вам разоблачение дмитрия мусыхина не спорю фанаты есть фанаты будут защищать своего кумира но грязь поливать не надо да кстати будет у меня видео сюжет именно про вас про тех троллей которые просто напросто поливают грязью ну а сейчас я вернусь к своему непосредственному продолжение видео кусочками я вам показываю именно те моменты где я просто напросто недоволен и показывать то что никак нельзя делать бывали случаи когда я проходил за комрадами закапывал их ниже шуфы которые они не сгопали и эти же ямки которых я проваливался до приходится и так делать помимо своих ямок приходится и прикапывать чужие вот такой неприятный и конечно же видео сюжет посвящен тем комрадом кладоискателей которые копают большие ямы не спорю выкопал ты из полметра какую-то железяку эмоции у вас превышают плюете на это пинаете эту железяку и уходите в сторону не хотите больше как говорится труд вложить на то чтобы ее присыпать вы просто разворачивайтесь уходите а в будущем в эту ямку провалитесь может быть и вы а в лучшем случае просто подвихнете ногу в худшем случае эту ногу сломаете ну естественно больничный многое как говорится проблем с этим в общем так что это вот такой мой совет присыпайте соблюдайте этику и нас везде будут уважать любить и подсказывать и пускать не просто на огороды но еще куда глубже то есть чердаки и подвалы где очень много находок хороших видео если вы мои смотрите то знаете что посещая и подвалы и чердаке где находки просто просто шикарные ну на этом ребята я наверно буду заканчивать свой видеоматериал это видео именно тем ребятам посвящается которые просят расскажи и объясни по поводу проблем с местным населением что нам это грозит ну что грозит вы сами знаете законы читаете в принципе если честно попадал я тоже в контакт с милицией общался все проходило слава богу нормально проблемы были кое-какие но они были решаемы и ребята сотрудники милиции тоже это люди тоже адекватные все понимают вот ну бывает конечно серьезно приходится общаться но еще раз о законе которую вы наверное лучше меня знаете я как бы поверхностно не интересуюсь но главное скажу то что не лезьте вы на памятники архитектуры на природные памятники даже не советую на старые городище урочище тем более на какие-то погребальни различного рода там кладбище и все прочее между прочим в прошлом году я встречал ребят они копали прямо на кладбище представляете копают на старом кладбище которым 18-19 век почему так понял потому что я подошел отругал их из любопытства спросил что они здесь копаются они показали большое количество монет 18-19 век я их конечно немножко постыдил объяснил всю ситуацию но но к сожалению они головой помахали нос в землю уткнули ушли в сторону я думал и они уедут но нет ошибался они остались вот все монеты которые они выкопали они забрали с собой хотя я сказал присыпьте их обратно в землю здесь как-никак кладбище можете а с собой какую-нибудь беду утащить в дом но им безразличное они все забрали вот я уехал потому что не хотела я общаться с такими комрадами вот и в принципе вот и еще вот благодаря таким людям нас не любит со стороны это очень хорошо видно когда с прибором ходят и с лопатой местное население видит что чернокопатели ходят по кладбищам и в оконцовке что это грозит уголовное наказуемое дело сколько я знаю это до 6 лет лишения свободы ну по первому случаю возможно просто будет условное ну все равно кому охота условку благодаря вот этому вот недоразумению но незнание закона вас не освобождает от наказания это всем известно так что ребята вот такой вот мой совет коротенький с небольшими вырезками которые я делал вам и показывал так что мотайте на ус если что-то вам интересное узнать поближе то могу вам продолжить хочу еще один совет вам эпизод рассказать у меня есть один товарищ у него друзья попались именно на природном памятнике природный памятник он охраняется законом они три человека копали подняли золотые доспехи нательник а потом подлокотники там какую-то еще атрибутику и именно из чистого золота все бы хорошо но перед выездом из этого памятника природы их задержали сотрудники милиции совместно с заповедниками и в принципе все бы хорошо двоим дали условно по миллиону штрафу а вот одного осудили к сожалению насколько осудили я не знаю но факт такой был это было где-то пять лет назад и уже в то время это было серьезно миллион штрафа уголовка одного из них посадили вот такой вот случай тоже есть в принципе не нарушая закон можно копать заниматься любимым этим делом кратенько тем что закон не нарушать не лезть на какие-то либо памятники если что-то находите с вековой давности с собой не носите пусть они где-то у вас находятся в схроне с собой носите обычные безделушки советские монетки вот для того чтобы если сотрудники милиции у вас спросили что вы здесь делаете что копаете показываете и при обыске у вас там нашли бы вот эти вот советские монеты которые не превышают а сто лет вековую давность и в оконцовке хочу сказать что держите себя при общении с сотрудниками милиции уверенно ни в коем случае не подписывайте никакие документы когда вас начинают как-то знаете повязывать отбирать у вас прибор в участок вести и все прочее никаких документов не подписывайте потому что сотрудники милиции не имеют права у вас какие-то подписи следователь да не спорю но ни в чем не соглашайтесь не пишите никакие бумаги оправдательные что якобы согласны с повинной к ним пришли и все прочее нет ни в коем случае это не делайте потому что вы сами себе уже поставили на себе крест так что вот этот один очень важный вопрос ничего не подписывать ну и все на этом и закончу свой видеосюжет пишите буду рад поделиться тем что знаю если что-то вас интересует вот в данном случае видеоролик записал для комрада который попросил меня надеюсь я ответил на все твои вопросы которые тебя интересуют ты начинающий комрад тебе любопытно и все прочее так что вот так вот я оформил свой видеосюжет по поводу данного твоего вопроса ну кто не подписался подписываемся кому понравилось ставьте пальчик к верху обязательно оставляйте комментарии пообщаемся так что и все на этом и закончу все пока удачи удачи удачи